Всем привет! Это видео будет посвящено торговле. Вы думаете, что я тут сижу с каким-то чуваком в шляпе, где-то мы тут под кустами спрятались, а всё просто. Я пригласила на интервью достаточно известного торговца на сервере Мелиссара, человека, который имеет репутацию знатного поковоза. У него есть своя гильдия, которая, ну, в общем, человек-легенда. С начала старта вообще Архейджа он играет. И, в общем, кто играет на Мелиссаре, те поймут, это лидер гильдии Торговый Союз. Интервью я брала у него по скайпу, поэтому немножечко звук будет такой не очень чистый, поэтому я заранее прошу прощения за качество. Но информация тут безумно полезная, поэтому все слушайте внимательно, доставайте конспектики и записывайте. Знакомьтесь, Игорь. Привет, Игорь. Привет. Ну что, Игорь, готов поделиться с нами секретами торговли, секретами заработка, рассказать нам все тайны? Ну уж. Сколько это можно вообще? Как смогу, как смогу, поведаю. Супер. Давай начнем с твоей биографии. Расскажи, как давно ты в Архейдж вообще играешь? Играл ли на других серверах вообще? Как ты пришел к такому, что ты великан, гигант в торговле в этой игре? Ну, вообще я начинал играть сразу на этом сервере, на Белиссаре. Играл я с раннего доступа, то есть с самого начала ОБТ начал играть. На других серверах я вообще даже не играл и персонажей тоже там не заводил. Как ты начал вообще торговлю? Сразу понял, что это твоя стезя или пробовал себя в каких-то других сферах заработка? Ну, вообще, то есть я начал играть с своим другом. И мы сразу, грубо говоря, когда узнавали про эту игру, сразу поняли, что здесь есть отличия от других игр, что здесь есть паки. Ну, и первым делом, грубо говоря, после того, как мы получили 30 дельфийских звезд, которые давали изначально, мы построили там гарпунник, а начали перевозить паки потихоньку так и по морю, и по суше на дельфийские звезды, в общем, копить на шкуну сразу начали. Сначала у нас было двое, потом мы, значит, еще одного парня прикрутили к этому делу, с нас уже было трое. До сих пор втроем работаете или сейчас каждый сам по себе? Ну, нет, тот парень, он как бы отдельно, да, я не знаю, если честно, вообще сейчас играет или нет, а с другом с Реалом, естественно, да, мы как бы до сих пор вместе работаем, мы с такси. Значит, самый гарпунник, потом шкуна. Ну, да. Было тяжело вот эту шкуну заработать? Я помню, до 1,2 это вроде как было в диковинку в самом начале, когда еще ни у кого нету, это все... Как вообще вы? Тяжело это было или легко все? Вообще, если честно, было тяжело. То есть мы возили, помню, 8 часов подряд с Тигриного хребта в Махадебе и с Тигриного хребта в плата соколиной охоты, паки по две дельфийские звезды, брали себе на горку и тащили это все на дилижансе. То есть, ну, у нас там целые ночи уходили на этот, то есть, ну, было действительно сложно поначалу. И тогда, ну, какую-то часть, то есть мы там были в одной гильдии, и какую-то часть там помогла гильдия, конечно, там, например, из 400 дельфийских звезд, да, на шхуну там, ну, где-то около 150, можно сказать, гильдия. То есть я предоставил им паки, да, ресурсы там на паки, а свозили вместе с ними. Вот так вот примерно, такой расклад. Было тяжело. Это была шхуна, которая построила, она была, по-моему, третья или вторая примерно на сервере по порядку. А вот эти трактора разные, я так понимаю, в принципе, основной заработок у вас это вот ввоз паков. Вы сразу поехали на другой континент или по берегу еще пытались возить? Слушай, ну, когда-то и по берегу было выгодно возить, когда-то и деревья были большие. То есть, ну, вообще, вообще в те времена, я помню, когда вот только я собрал наш хуну, я сразу начал возить первым делом, я сразу начал возить в Астеру паки и на долгую косу. То есть в Астеру это был бы как бы лайт вариант, да, то есть как бы когда днем, вечером, то есть когда народу уже много, пиратство, оно в те времена процветало, по-моему, больше, чем сейчас, поэтому в те времена вот я начинал Астера, потом, ну, и долгая коса. Но вообще первое время, когда я только построил, это было, конечно, круто, то есть многие обращались, там, дайв-прокат, то есть платили, там, голоду, да, за то, чтобы я давал им шхуну, там, просто им надо перевести, там, паки, чтобы сделать себе какие-то корабли. Ну, и к тому же было мало пиратов еще, то есть не было никаких ни галеонов, ничего, и никто там, ну, особо, ну, то есть в самом начале никто не следил там за тем, кто где плавает, что возле. Открой тайну, сколько сейчас ты зарабатываешь на паках? Как много времени уходит и сколько у тебя получается с другом? Ну, вот, понятное дело, вдвоем, не будем делить пополам, а вот вы вдвоем работаете, сколько за, ну, давай, неделю? Ну, я могу сказать так, что мы, ну, как бы, я не могу сказать, сколько на двоих он играет намного меньше, то есть я один, ну, учитывая то, что, как бы, у меня, в принципе, достаточно удачный часовой пояс, в неделю, в неделю, ну, можно посчитать, в день примерно, если чистые прибыли на паках за 6 где-то часов, выходит примерно полторы тысячи золота чистого, где-то за 6 часов. Вот, но это надо иметь, конечно, это надо, ну, в общем, это для тех, кто играет в утреннее время, так скажем, прямо очень-очень рано. Все работают, вы тут работаете, да? Пока все спят, я бы даже сказал, вот, потому что, ну, воскресенье и субботы это, как бы, не выходные, выходные, можно сказать, это четверг, да? То есть воскресенье и субботы это не выходные, можно, ну, то есть чем дальше, как бы, чем дальше по времени после обеда и, там, до обеда вообще, то есть чем больше времени, тем сложнее становится зарабатывать на паках, так скажем. Понятно, конкуренция, да? Все просыпаются и мешают, начинают. Ну, да, не то, что даже конкуренция, конкуренция это одно, то есть есть способы, как бы, например, тот же, можно, например, паки перевести, на пугало, да, в ту локацию, где потом ты их сдашь, то есть просто перевести на пугало, разгрузить и дождаться процентов нормального издать на тракторе, перевести, или на машине, вот. Но просто, когда уже ближе к вечеру, то, ну, грубо говоря, пираты, да, там, ну, просто те, кто отбирает паки, то есть, одному уже там не поедет, что, на несколько человек, хотя бы два-три. Понятно. А если не секрет, куда деваешь деньги, на что ты их тратишь? Ну, деньги, можно много куда девать, в основном я трачу на развитие персонажа, можно так сказать, то есть иногда покупаю какой-то шмот, то есть вот сейчас начал буквально месяца-полтора назад обновлять шмот и до сих пор еще не закончил, потому что стычки бывают постоянно, при транспортировке даже, например, элементарно, то есть надо соответствовать, как говорится, уровню и хотя бы один на один, да, со среднего уровня игроков, ну, не то, что даже среднего, но с игроком, который, ну, грубо говоря, случайно оказался в том месте, где ты издаешь паки. Надо как-то противостоять до этого или ты там даже, например, ну, да, как-то стараться, стараться как-то из таких ситуаций выходить. Понятное дело, что если там будет пять человек, там, три человека, если нормально одетые, то ничего не поможет, но хотя бы, хотя бы как-то противостоять. Вот, а деньги еще можно тратить туда, ну, на развитие профессии, вот, я считаю, тоже, как бы, это полезно. Ну, и, естественно, вводить реал, можно деньги, то есть, смотря какой курс, много способов, можно через сайт, можно через знакомых, можно, как бы, клиентскую базу, грубо говоря, себе наработать в этом плане. Ясненько. А вот премиум и прочие вот такие затраты, которые, в принципе, ну, за реально деньги добиваются, ты голдой покрываешь или все-таки вкладываешь тоже реальное? Ну, когда нельзя было купить премиум за жетоны, как сейчас, я, конечно, платил премиум, там, сейчас я, в основном, покупаю жетонами, то есть, ну, особого смысла нету, ну, особо, вернее, разницы нету, что так заплатить, что так заплатить, это голда, и деньги, это, как бы, примерно одинаковые, только курс, такой же, как и остальной валюте. Ну, да, понятно. А вот ты говоришь, вывод в реал через знакомых, через магазины, насколько это вообще безопасно, и как себя лучше подстраховать? Ну, вообще, если честно, это, естественно, ну, является, сразу такое, сразу дают бан, если про это, как бы, узнают, ну, как сказать, если есть доказательства, да, что этот персонаж конкретно продает что-то там, То есть, есть, например, видеозаписи какие-то, где он продает, кто-то передает, или, например, был такой случай, да, к примеру, вот приведу, во-первых, ну, знакомая, да, одна, можно сказать, она еще 1.0 покупала через сайт деньги, И, причем она покупала на Твинка, который находился на другом аккаунте, не там, где основной персонаж, а просто вообще на другом аккаунте, То есть, абсолютно левый, но у него был ник похожий на такой, который у нее, то есть, у нее был ник, ну, по-русски, да, тот по-английски, то есть, ну, И ее за это забанили, ну, основного персонажа, то есть, ну, это вообще изрядово выходящий случай был, потому что, как бы, ну, никаких доказательств, грубо говоря, нету, да, только кроме схожести ника, вот, Ну, и также еще был случай, вот, с другом, да, с которым мы вот работаем, что у него тоже заблокировали персонажа основного, Причем он такого персонажа, которым он играл около, там, не знаю, 7 месяцев, наверное, примерно около 7 месяцев, За то, что он в чате, в приватном чате скинул ссылку на сайт, который занимается вот этим, продажей там золота и покупкой золота, но там даже ссылка была, как бы, ну, неправильно написана, да, То есть, там было, грубо говоря, указание основной части вот этой вот адреса сайта, но вот этого .ru, там вот этого всего не было, И, тем не менее, его сразу забанили, буквально в течение пяти минут он плыл, да, там, сдавать паки, грубо говоря, на шкуне, и вылетел, ну, мне сказал, что вылетел, и потом, говорит, все, типа, я не могу зайти, меня забанили Вот такие случаи, поэтому, как бы, ни в коем случае о этих вещах нельзя писать вообще с незнакомыми людьми особенно, ну, и вообще, как бы, нежелательно в чате игры об этом вообще ничего лучше не писать Вот такие взрывы Ну да, лучше меньше об этом рассказывать, только доверенным людям знать, где и как ты добываешь то или иное золото, согласна Какие обычно проблемы бывают, когда ты работаешь, скажем так, что можно назвать твоей работой? Ну да, это как бы, как сказать, уже как работа, причем достаточно давно, проблемы много, то есть проблемы, во-первых, связаны с тем, что раз это работа, то есть это приходится, ну, даже мне, учитывая то, что я живу, как бы, далеко от Москвы, мне приходится все равно вставать достаточно рано, то есть, ну, там, грубо говоря, как на обычную работу люди встаю, там, да, там, 8 часов утра или там 7, вот, и, ну, это первая проблема Вторая проблема, то, что надо уделять этому действительно много времени, то есть это, ну, то есть я вот сказал, да, что 6 часов, это, как бы, там, ну, это и то даже немного, то есть можно там по 7, по 8, по 10 часов сидеть Бывают, например, проблемы, то есть много проблем связанных с тем, что другие игроки, да, как бы, другие игроки еще существуют, которым, как бы, пофиг на то, что ты тут здесь что-то пытаешься заработать, они, у них задача другая, да, да, они пытаются то что-то отжать, то как-то, ну, нагадить, да, то есть они, ну, пиратство, естественно, конкуренция, конкуренция существует, Особенно вот в паках, да, конкуренция существует действительно серьезная, то есть если какие-то маршруты, направления, ну, приносят хороший доход, да, так скажем, они Постоянно, постоянно идет, как бы, борьба за то, что, чтобы кто-то, там, не сбил процент раньше другого, или то, чтобы кто-то, например, не грузился с ротом, быть, чьей-то чужой, да, то есть, ну, есть тоже пример, когда, вот, То есть целая гильдия ополчилась на меня за то, что вожу с ротонды, с ихней, да, хотя в локации три ротонды, казалось бы, ну, так самой игрой предусмотрено, что ротонды, они, как бы, общедоступны Тем не менее, не нравится, то есть постоянно какие-то возникают проблемы из-за этого, то есть, но в то же время С другой стороны, это и помогает, то есть многие люди, они, как бы, ну, как бы, которые видят, да, чем я занимаюсь, они Спрашивают, обращаются, говорят, типа, вот как лучше, как, там, как, как начать, как то-се-се, то есть я, ну, и свою гильдию, можно сказать, делал Для того, чтобы людей туда набрать, которые этим занимаются, но в последнее время, как бы, решил, что на самом деле Для того, чтобы заниматься паками, народу много не надо, то есть два человека, это максимум Два человека, это для паков уже больше не надо, если я имею в виду возить, как бы, не вечером, да, не прайм-тайм, когда там все, все гильдии, все крыльки Понятно Слушайте, что Тек сказал, что ты многим людям помог, подсказал, с чего лучше начать, расскажи нам, пожалуйста Вот пришел, например, человек сейчас с нового сервера, сейчас это модно Некоторые сервера закрываются, и к нам, например, уже многие люди пришли, и частенько мне пишут в тот же ПМ, мол, подскажи, пожалуйста, где там качаться, где лучше угла поставить, и как заработать денег Раскрой нам маленький секрет, как можно быстро, с минимальными затратами, и успешно стартануть вот в таком нелегком труде, как ты, который ты ведешь С минимальными затратами и быстро Ну, вообще, конкретно, если дело касается того времени, которое сейчас, я бы сказал, что новичкам, конечно, сейчас очень тяжело Потому что, ну, естественно, начинать, как бы, когда уже игре год, очень тяжело Ну, самый простой, мне кажется, способ, да, это, во-первых, естественно, платить премиум, то есть, ну, 300 рублей, это как бы не деньги, да, поначалу, а платить премиум И начать заниматься, то есть, начать прокачивать какие-то ремесла Если человек хочет заниматься паками, да, в дальнейшем, то есть, он как бы, ну, вначале он не знает, да, чем заниматься, но он думает, что у него получится То ему надо прокачивать все, что с этим связано То есть, естественно, качать, например, земледелие или качать, например, травничество, ему было бы неплохо Вот, но изначально, для того, чтобы самый первый капитал получить, я бы рекомендовал это, ну, естественно, купить премиум и заниматься горным делом То есть, прокачивать горное дело, потому что никаких вложений это не требует, кроме очков работы В принципе, времени, ну, в принципе, когда человек там научится, поймет, что маленько, что к чему То есть, там, рудокопные перчатки, потом там всякие кебабы, да, на скорость, на все на скорость заготовки руды В принципе, это дело приносит небольшой, но стабильный доход, никакого риска нету И вполне пойдет для того, чтобы сполотить какой-то начальный капитал Потом уже нужно, наверное, подумать о том, чтобы... Потом вот есть два выхода, да, два разветвления То есть, это либо заниматься паками, как я занимаюсь, ну, либо тоже, опять же То есть, доход, конечно, неплохой, но есть и риск, и так далее, да, и время много надо Вот, а есть второй способ, как бы, второй путь, это заняться крафтом Но там нужно, чтобы человек, как бы, вложил определенные деньги, да, в начале То есть, он нужно, чтобы где-то взял деньги Либо кто-то ему помог, либо он, не знаю, задонатил Но определенные деньги в начале нужны, там, достаточно неплохие То есть, если он займется, например, родокопсом, то он может, там, заняться, не знаю, кузнечным делом Там, изготовлением оружия, что-то в таком духе То есть, это второй путь, который, я думаю, по прибыли он может вполне конкурировать Или даже переплюнуть паки, хотя, конечно, там риск, везение и так далее Это все присутствует, но доходы получше, я думаю А ты пробовал сравнивать, ну, вот, кто-то ходит, например, на арену Ну, понятно, тут нужно и руки, и класс особый, и шмот, соответственно, хороший А кто-то, например, фармит в моба Вот тоже на тех же мешочках хвастаются, что достаточно золота зарабатывает Ты не пробовал сравнивать, вот, в 6 часов ты тратишь на пакину, на создание, перевозку, сдачу Вот эти все моменты Если их провести, скажем, за гриндом, это будет хуже или лучше? Я пробовал сравнивать, да, я пробовал сравнивать с ареной То есть, с мобами я, если честно, не сравнивал, но я думаю, как бы, то есть, там тоже тратятся очки работы Если честно, я думаю, что одному там, одному, то есть, я так понимаю, если речь идет о библиотеке, там, да, где фармят эти кошельки Ну, надо иметь очень хорошо раскачанного персонажа, чтобы там фармить, как бы, комфортно А если говорить про арену, то я конкретно сравнивал, да, просчитывал Арена приносит, по-моему, ну, даже если там почти все выигрывает, да, то есть, ну, у меня персонаж так более-менее То есть, ну, почти все я там выигрывал И, по-моему, где-то примерно процентов на 40, она меньше, по-моему, дает денег, чем те же паки, да Но если говорить про вечернее время, тогда может быть Но в вечернее время и на арене тоже конкуренция соответствующая То есть, приходят сильные игроки И поэтому я думаю, что арена, как бы, это явно не способ заработка Потому что арена, ну, вернее, это способ заработка Но только для тех игроков, которые уже очень хорошо одеты Потому что новичкам и тем, у кого нету там никакого опыта, никакого шмота Арена не подойдет, к тому же она приносит меньше денег, чем пакет, однозначно Понятно А в какие игры ты до архейджа играл? Тоже вот занимался такой, какой-то торговой деятельностью? Или были другие у тебя покупки? Вообще, во что ты играл и чем ты там занимался? Вообще, начинал я еще, по-моему, в 2009 году Ну, где-то вот между 2008 и 2009 годом Первая игра это была Rapils Такая, еще во времена Lineage, грубо говоря То есть, ну, там игра, грубо говоря Там все было завязано на пэтах В общем, такая игрушка достаточно интересная Вот я в нее начинал играть То есть, я как бы до этого работал на обычной работе, да И начинал играть просто, ну, как бы сначала параллельно вообще, да А потом просто от нечего делать То есть, ну, я уволился, да, мне нечего было делать То есть, где-то я там играл, не знаю, первые, наверное, месяца 3-4 И просто так вообще Потом я, как бы постепенно понял, что с этого можно что-то зарабатывать И вот с этого все понеслось После Rapils забыли, по-моему, Alloda Online Да, были Alloda Online В Alloda Online я, как бы, пошел по другому пути То есть, я не занимался торговлей там Я, как бы, наоборот, то есть, ну, такого, знаешь, делал стандартного такого игрока Который, там, ПВП, да Ну, то есть, там, вот это все Вот Потом были Потом, вот, был Ion В Ion я был очень долго В Ion я был, наверное, с 2011 года И по, вот, по ArcheAge То есть, Ion, это действительно, как бы, как, можно сказать, основная игра, да В которую играл Ну, помимо этого, там, еще играл какие-то игры Lung, онлайн играл Игра неплохая была Ну, как бы, она, она чисто, как бы, не для заработка Просто, там, время провести Интересно какое-то время Вот так вот, после Ion сюда пришел И когда пришел в Ion, ты уже знал, чем будешь заниматься Или все равно еще были какие-то другие попытки Нет, когда я пришел в Ion, я уже конкретно знал То есть, ну, я, как бы, планировал из Ion уход, так сказать, свой Потому что в Ion, когда я играл В тот момент, когда, то есть, в Ion, там, был Ну, те, кто играл, те знают, что там был ивент Перед выходом Архейджа, который был призван для того, чтобы отвлечь, как бы, внимание, ну, народа от Архейджа, только до Архейджа И все, на этом ивенте я, как бы, хорошо так заработал И после этого ивента, то есть, там, буквально онлайн упал сразу в Ion, не знаю, процентов на 60, как мне показалось там Ну, точно, половина, наверное, игроков, она сразу перешла сюда И поэтому я предвидел это и заранее смотрел ролики И читал много про то, что будет в Архейдже, как, что, чего То есть, и тем более, ну, как бы, все говорили То есть, как правило, новая игра для таких вещей, да, то есть, ну, для заработка Она ищется посредством того, ну, о чем люди говорят То есть, люди говорят, если о какой-то игре Если они все уши проржжали про него, значит, туда пойдут много народа, да То же самое было и в Ion, про Архейдж говорили все И, как бы, я уже заранее знал, чем здесь буду заниматься и что туда пойдут А сервер, если честно, то, в принципе, случайно выбрал Ну, никак, не то, что случайно, там, вступил в гильдию еще до начала, так сказать, игры И вот, попал сюда Понятно Да, много ты интересного рассказал Я думаю, подписчики Подписчиков еще больше, наверное, вопросов теперь появится Будут разваливать мою группу Буду их к тебе отправлять Так что готовься Может, курсы какие-нибудь заведешь Будешь людям преподавать правила торговли, бизнеса в ММО Да, да, ну, вообще, у меня в планах так-то, как бы, дальнейшая перспектива Это я вижу, что тоже, может быть, сайт свой какой-то открывать То есть, как-то, ну, как сказать, опыт-то уже есть Опыт уже есть Ну, думаю, вот такие планы есть, как бы, что примерно, как-то концепция сейчас в голове выстраивается И надо иметь какую-то, как сказать, клиентскую базу, да, можно сказать Так, чтобы в этом деле Ну, и плюс, много общался раньше Ну, как бы, с теми, кто имеют свои магазины То есть, вот такие вот план есть Спасибо тебе огромное За информацию, которую ты нам тут рассказал Не за что Ну, что ж, давай на прощание Какое-нибудь наставление для наших слушателей, зрителей и читателей Наставление Ну, всем, как бы, могу пожелать удачи, да На попричь вообще поиска себя в играх И хотелось бы сказать Вот очень важную вещь, что Вообще в ММО-играх Всегда Всегда Место Самое лучшее место Самое лучшее, как бы, положение Занимают два вида людей Это Донаторы и задроты Вот И есть Я вот просто наблюдаю, да Уже много лет за этим И есть Такой, ну, как бы Огромную часть людей вообще Составляют Те люди, которые Ну, грубо говоря Играют мало То есть они Например, пытаются как-то играть Там после работы Пытаются Как-то найти время Для того, чтобы Поиграть И в то же время Ну, как бы, не донатят, да И Если честно Таких людей Ну, просто я не понимаю Иногда Ну, я не знаю, как это сказать Но я не могу понять Смысла То есть Они играют По идее же игра для того Чтобы получить удовольствие Такие люди Вроде как Они играют Непонятно для чего То есть Все самые Ну Одетые игроки Это либо донаторы Либо те, кто много играют А те люди, которые Играют немного Мне кажется Им лучше Заниматься Ну, другими, например Играми Которых не нужно Проводить много времени То есть Какими-то играми Которые там Позволяют Ну, нет Нету такого понятия Так Как шмотка Как шмотка Какая-то Заточка Мне кажется Вот это было бы Лучше всего Для них Спасибо тебе огромное И вам спасибо Так Скажи еще Можно ли оставлять Какие-нибудь Твои координаты Если вдруг будут Задавать вопросы Либо самой К тебе обращаться С вопросами Если вдруг будут Задавать Ну, под видео Или в группе Ну, можно Почему нет Можно Оставлять координаты То есть Можно Не знаю В группе Например Можно оставить Те, кто хочет Могут влазь Всегда написать Негрет Хорошо Спасибо тебе За приятно Проведенное время Желаю тебе Удачи В твоем Нелегком Таком Труде Вот Желаю Поменьше Тебе встречать Разных Коварных И злых И Вот И побольше Отзывчивых Хороших людей Ну, и в жизни Тебе тоже Желаю Побольше Приятных Радостных Событий Спасибо Спасибо Удачи Вот такой Получился Диалог Если у вас Остались Вопросы Если Что-то Было Непонятно Вы можете Писать Игорю На его Ютуб Канале У него Есть свой Канал Где он Будет Скоро Выкладывать Да, он Уже Начал Выкладывать Разные Полезности По поводу Паков По поводу Торговли По поводу Гопа Паков Ну и Прочие Прочие Видео Связанные С этой Темой Вот его Канальчик Также Ссылочку Я продублирую Под видео Вы его Найдете Заходите Туда Подписывайтесь Следите За его Видеозаписями Задавайте Задавайте Вопросы Общайтесь С ним Ну и Не забывайте На мой Канал Подписываться Если вы Еще не Подписаны Всем Спасибо За просмотр Надеюсь Вам Понравилось Это видео И это Интервью Задавайте Ваши Тематики Подкидывайте Мне Идеи Насчет Видео Задавайте Ваши Вопросики Ну и Просто Пишите Поболтаем Мне интересно Ваше мнение О том Что И как Вообще Как у вас Дела Нравится Ли Ну и В целом Просто Просто Можно Поболтать Всем Удачной Приятной Игры Хорошего Настроения Пока Пока